здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем мастер-классе который посвящен дню фронтовой собаки и сегодня мы с вами будем лепить из пластилина и так для этого нам с вами понадобится пластилин оранжевого желтого зеленого красного белого и черного цвета а также стека для начала возьмем оранжевый пластилин и разделим на три части начнем мы с туловища для нашей собачки для этого вылепим вот такой вот цилиндр замечательно теперь приступаем к мордочке для нашей собачки для этого возьмем вторую часть оранжевого пластилина и слепим ее форме овала следующие у нас лапки для этого возьмем последнюю часть пластилина и разделим на 4 части, после чего скатаем кругляшки. Собираем все части вместе. Приступаем к лепке носа. Для этого возьмем черный пластилин и скатаем его вот таким образом. Отлично, теперь мы его крепим. Ни одна собачка не обойдется без своего виляющего хвостика и мы с вами его слепили. Нашему другу не хватает ушек, поэтому мы возьмем оставшийся пластилин и слепим вот такие ушки. Приступаем к глазкам. И пока вы ребята будете их вылепливать, я расскажу немного поподробнее о собаках. В годы войны было призвано около 68 тысяч собак и все они выполняли разные роли. Были хвостатые саперы, которые разминировали более 30 крупных городов. Были собаки-санитары, спасали раненых бойцов, вытаскивая прямо с поля боя. Были сторожевые собаки, которые работали в засадах. В Москве во время войны существовала центральная школа собаководства. Ребята, а вы знаете, как называется человек, который обучает собак? Если да, то свой ответ присылайте на почту, которая будет указана в описании. А тем временем я предлагаю для нашего четвероногого друга сделать шлем. Вот такая замечательная собачка у нас с вами получилась. Но я с вами не прощаюсь. До новых встреч, друзья!